Продолжение следует... 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 Гутман, который который jest porównывany до Куберта на Игрзиск Особ Полнесправных. Так, więc ситуация была bardzo skomplikowana jeśli chodzi o назеwnictwo symbolика bo ona się bardzo zmieniała. Powiem nieskromnie, że publikacja ta ma в pewnym sensе charakter пионерский bo в языке полиски опраковать на тему медали параолимпийских в засаде не было. Это были поединцы артикулы. Myślę, что люди, которые интересуются развеем параолимпийских, но интересуют их медальство в книжке может заспокоить их интерес. Важно, но вернемся к этой медали чем-то заболевании курат единigen abb не ф Solaris радиолимпийские веки подтверждение покажет от каких-лиeled Мели запись, например, что это Мистерства ОСУБ НЕПЕЛНОСПРАВНЫХ. Назевнительство было очень разное. Некоторые были вписаны в языке английского языка. От 1976 года появились уже в браиле, но не всегда. Логопы организации, как я уже вспомнил, как я уже вспомнился, в случае медали олимпийских мы одновременность композиции. Там все все как бы иначе, и трудно говорить о единолитом взоре этих медали. От момента, когда появился Международный Комитет Пароолимпийский, те медали начинают себя уже уподобнять. Но раньше было совершенно не так. Вдальше, что их медали была не контролирована в их выбивании, потому что удалось мне также установить в книжке, о том не вспомнил, что медали уже были выбиваны по главных импризам. То есть эта справа действительно очень сложная и требовала длительных исследований. Немножко медали различны значительно. Каким-то поколом этой книжки было интересование Комитету Пароолимпийского, благодаря которому, ну и старанию нашего директора, повстала габлота, в которой мы можем те медали объявить. В книжке омывенных их есть меньше, потому что вот именно до нас еще пара следующих. У нас уже очень сложная габлота, в которых находятся и медали параолимпийские, походни параолимпийские, но также и спрят параолимпийский. И так, что эта книжка как бы споводовала, споводовала длительный церковь интересования спортом параолимпийским, который является как бы только выцинком sportа osób неpełносправных, потому что важно тут додать, что все начало, если chodzi о спорт неpełносправный, в таким способом, в понимании, таким институкциональным, от 1924 года, когда в Парыжу были разыграны игржеска особых неслышных. В 1960 году русыły игржеска параолимпийские, хотя, как говорили, это название было еще разное, а в 1968 году в США игржеска для людей с дисфункцией интеллектуальной Олимпиады специальной это такие три главные филары развития неpełносправных. Важно также обратить внимание, что игржеска параолимпийские не отбывали себя, в министах, в которых были игржеска олимпийские. Co правда в 1960 и в 1964 году так было, то есть Рим и Токио, но в 1968 игржеска не отбывали себя в Мексике, а в Израиле, в 1972 не в Монахиум, а в Хейденберге. В 1980 году господарами игржеск был Зв. Радзеки, который не организовал игржеск параолимпийских, в связи с чем они были принесены до Стокман-де-Вилл и до Нового Йорка, то есть снова очень интересная и загматрана история господара этих заводов. Вспомнилась тут, что отбываются такие три цепи, люди, которые умерли на вузку инвалидском, то есть люди с уразом рдзения крэгого. Вторая война святова споводовала очень масса несчастья, смерти, а также то, что людей было очень много. много. Были люди, которые умерли в часе войны. Гутман, который был творцем этого руха, доктор медицины, в начале фазе занимался с уразом рдзения крэгого. Так, на Игрзисках в Риме в 68 р. выстатывали особенности порушевшиеся на вузках инвалидских. И те спорты были достосованы до их возможностей. Затем это изменилось, потому что были допущены люди с ампутацией, но также от 1976 р. в году, если chodzi о Игрзиска летние, а в 72 году, если chodzi о Игрзиска зимовые, потому что эти Игрзиска зимовые параолимпийские были зайнаугурированы в Швеции. Могли выступать уже недовидцам, а также невидимы. З часом вахлаж этих неполносправностей стал очень большим залетом параолимпийских, потому что большая группа людей с несправностью может в этих Игрзисках стартовать, но это тоже просто для кибицей или для людей, которые хотят смотреть спорт из-за из-за и, в принципе, были испытаны реабилитанси, которые сознают такой дышей dysфункции, как она потом вплиывает на кодекцию заводника. Это тоже тоже будет заседание, потому что это тоже поле для неуччивости. Особа несправна, а также сохраняя спраность в данной десклинии, не конечко может эту спраность в в pełni честь уявлять przed класыфикатorem. Но как это всегда есть. Мы, что есть спортсмены, которые стараются в игрозах нормальных и в игрозах паралимпийских. Например, Наталья Пардыка, которая играет в тенисе столового. Были эти случаи уже значительно wcześniej, потому что в 1908 году уже на игрозах был припадок старта у людей несправной. Но мы тоже припадок Венгра, который получил на игрозах в Сеуле медаль олимпийский. А потом в Барселоне медаль паралимпийский в Шермьерце улег в междунахе выпадковой. Что интересно, это единственный такой случай, что заводник на обе двоих игрозах сдобал трофеа. Может быть, это тоже дорога для некоторой группы несправных, которой дисциплина не выключает старта за здоровыми. Мне кажется, что такая интеграция есть очень интересная. Например, учреждение. Пан Томаш Лерзанский по разу первый стартовал в игрозах здоровых в 1972 году без успеха. Его dysфункция полагала на прибытии хайного медина. А потом стартовал в игрозах паралимпийских и тут уже сдобал медаль. А ведь, как я говорю, тенис на прибытии стоовый или учреждение. Был припадок заводника з РПА, Пистериуса, который стартовал на этих игрозах. Я думаю, что разве технологии спортивной поводит тоже то, что гораздо большее есть окази, чтобы конфронтировать этих заводников. Ведь справа дальше трудная и очень очень трудная. Петр, ты такой наш эксперт от спорт паралимпийского и пропагатор между ином такой дисциплины достаточно интересной. И тут, с точки зрения обсерватора Бочя, потому что такие турнии организовываешь между ином в месте, в котором мы находимся. Как твоя перспектива выглядит, которая из этих дисциплин есть для тебя и может быть для кибицей? Найсекавшая и наиболее эффективная для наблюдения? Я думаю, что, с точки зрения кибицей, одна легкая атлетика. Особенно беги, которые бегают на протезах, которые осуществляют очень хорошие результаты. Это развитие технологии. Для тех, кто-то более поскодованы для тех, кто-то обеспеченны, есть Бочя. И она тоже имеет характеры интеграции, потому что здесь люди pełносправные могут играть с людьми, с людьми несправными на таких турниях, скажем, рекреacyjных. Это дисциплина, которая вводит еще из старо-житного Рима, с людьми удогодненениями для осуществления несправных. Это, наверное, в Польше одна из самых популярных дисциплин. У нас, с точки зрения Существующего дня осуществления несправных, от несколько лет такие турнии отбывают в нашем музее. Прямо вспоминает она буль. Организованы с Мистерства Польщи. Пухар Польщи. Остатно мы были приемлемой приглашения Конрада Липовского, который своего часа создавал Пухар Польщи в Бочье. Я думаю, что дисциплина, которая может интересовать тоже кибицов, есть на przykład косыковка на вузках, которая тоже есть очень спортивный вид. Если chodzi о Warszаве, то таким важным клубом является Start Warszawa. Если бы, когда смотрели на страницу, если бы они с клубом с клубом скотали, то я думаю, что доведут, где такие заводы отбывают. В тенисе стоуном, в косыковке, в пылочке, в пылочке, в пылочке, в конце, в Бочье. И можно на такие заводы прийти, кибицовать, увидеть, как спорт осуги неpełнесправных выглядит, потому что трансмиссий телевизионных, что правда сейчас при оказе Игрзис, было значнее меньше, но далее есть даже даже душе. Я дам от себя тоже, что такую, думаю, афектованную дисциплину есть пылание. Не хочу тут вымыслить, потому что один из таких заводников, который сдал медаль на Игрзисках Олимпийских, был Бразилийский, который не имеет ни рога, ни ног. И пылал с такой довольно странной технологией, а удалось ему сделать этот злотый медаль олимпийский, что есть невероятное, с точки зрения пылосправных. Петр, я знаю, что ты можешь рассказать о параолимпизме без конца, но мы сейчас уже обращаемся до конца. Мы тут собираемся, но музеум вчем живет, так что могут слышать какие-то дзвенки, что они звездаются. Петр, ну то закончим поводный наш программ. Где можно дознать книжку, чтобы запознать себя с теми невероятными историями, которые тут и нам оповидаешь, и которые описаешь, потому что тех, которые описаешь, нам не зрадиешься тут на живо подчас программу. Так есть. Поехали. 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 в Польце.